Друзья мои, всем огромный привет! Снова рад вас видеть на своем канале. Ну, для тех, кто со мной еще не знаком, меня по-прежнему зовут Дмитрий. Вы находитесь на канале в гостях у Дмитрия. И сегодня я вас приглашаю к себе в гости. И мы с вами сегодня будем лопать блины, которые приготовлю для вас я. Как бы блины от Дмитрия, да? Ну, обычно приглашают к тещине блины. Сегодня я вас приглашаю к себе на блины. Ну, блины как бы делать не так вот, как бы особого, ну, грубо говоря, ума не надо, да? У меня есть свой рецепт приготовления теста для блинов. Может быть, кто-то им уже пользовался, может быть, нет, не могу сказать, не знаю. Но я вам сейчас покажу весь процесс приготовления. И вы знаете, у меня вот раньше, когда я пек блины, у меня никогда они не получались тоненькие, такие, знаете, в дырочку. Они получились почему-то таким большими, знаете, как полуоладьями. То ли я делал тесто не так, то ли много наливал теста на сковородку, не могу сказать. И тут я нашел для себя потрясающий рецепт, которым я воспользовался. И пользуюсь уже большое количество времени. И, надо сказать, он мне очень нравится. И блины получаются именно той консистенцией, которой я, собственно, и ожидаю от этого всего. Вот. А также, чем это хорошо, то, что вот их можно заворачивать, делать начинку, потому что, когда у меня получились большие, начинает что-то заворачивать в них, они начинают рваться, да? А здесь они получаются тоненькие, дырчатые, прикольные, вкусные, нежные. Короче говоря, как бабушкины блины. Вот мне так нравится говорить, потому что действительно они получаются очень вкусными. Ну, я не знаю, стоит ли вам рассказывать, какие нам ингредиенты с вами понадобятся. Может быть, не стоит. Я все-таки скажу, что мне нужно будет. Да, мне нужно будет здесь мука. Причем не блинная, обычная пшеничная мука, хлебопекарная. Яйца, соль, сахар, сода, только не уксус, а я вместо укса гашу соду, если делать с гашеной содой, и я ее гашу лимонным соком или лимонной эссенцией, это намного лучше, да, лимонным концентратом таким. Я вам сейчас все покажу. В процессе приготовления теста я вам все покажу. Ну, естественно, нужна будет вода, фантазия, хорошее настроение. И прошу вас к плите. Пойдемте, я вам покажу, как я делаю тесто. Начало приготовления. Сразу хочу предупредить, будет шумно от блендера, потому что я буду взбивать тесто не ручным венчиком, а блендерить. Как это, не блендером, а погружной. Ну, можно сказать, блендер домашний, да. У меня просто венчик такой электрический, им удобней. Ну, пойдемте, собственно говоря, не буду вас томить, пойдемте готовить. Наконец-то я обещал кое-кому, кто меня смотрит, кто же давно-давно ждет моих блинов. Поэтому, это одна из моих любимых подписчиц. Я ей обещал давно-давно блины, она все ждет, все ждет. Но вот и ждалась, пришел ее час. И мой тоже. Поэтому пойдемте готовить блины. Я вам сейчас все расскажу, все покажу. Итак, дорогие мои, что у нас тут с вами есть? Сейчас вам все покажу, да. Ну, миска, где я буду взбивать тесто. Бутылка молока, причем она прокисла у меня, да. Ну, естественно, с кислым молоком, как говорится, кто-то делает на кефире, я буду делать на чуть-чуть прокисшем молоке. Два яйца. Ну, соль, сахар, понятно. Мука у меня вот такая, пшеничная хлебопекарная. Селяночка называется. Вот такую муку брал. Мне очень нравится сахаренческая. Она, ну, я всегда ее пользуюсь. Ну, не было сахаренческой, достал такую. Тоже подойдет. Ну, сода, вода, все остальное, короче говоря, давайте приступим. Так, ну, в первую очередь, что мы с вами делаем, да? Разбиваем яйца. Я беру два яйца. Ну, у меня будет блинов много, потому что жду своих сдачи. Ты будешь накормить завтра блинами. Так, разбили два яйца. Будет шумно, сразу хочу вас предупредить, да, повторюсь. Так, здесь у меня сахар. У меня такая вот сахарница в виде яблока. Вот, там у меня сахар. Так, сахар я кладу всегда на глаз, да, ну, примерно. То есть, у меня вот такая деревянная ложечка. Вот такую ложку, в принципе, без горочки. Вот так вот, да, сахара засыпали. Буквально половина чайной ложки соли нам с вами понадобится. Пол чайной ложечки, чтобы у нас тесто не пересолить. Тесто наше с вами не пересолить. Пол чайной ложки соли, даже меньше, можно четверть чайной ложки. И начинаем все это дело взбивать. Сейчас мы с вами все это дело будем взбивать. Так, плохо видно. Давайте-ка я еще один свет включу. Вот так. Будет намного виднее. Вот я взбиваю. Знаете, как я взбиваю? Ну, практически до однородной массы, чтобы вот прям взбиваю-взбиваю. То есть, видите, у меня получается уже вот такая вот консистенция, похожая на... Ну, на однородную массу, можно так сказать. Остараемся взбивать как можно всякими. Чтобы они, например, если вы здесь взбал, там они не смешались и получилась такая вот однородная масса. Так, ну, смотрите, мы взбили, получилось у нас вот так. Видно? Надеюсь, хорошо вам видно. Вот так у нас получилось. Теперь, что мы дальше с вами делаем? Вот так, сейчас, одну секунду, я блюдечко возьму. Ну, мне нужна вот такая чашка. Я не знаю, сколько здесь, но нужно грамм 200, да, ну, считай, стакан молока. То есть, что мы с вами делаем? Наливаем в чашку молоко. В чашку, в стакан, неважно. Но здесь самый такой момент интересный, что мы вот так вот его залили, да, как налили, стакан молока. И нужно нам его в микроволновке с вами будет погреть. Причем погреть до комнатной температуры. У меня, например, она мощная, микроволновка, да. И я буду взбивать, греть молоко на... Сколько у меня получается? В общем, 2000 оборотов. Где-то минуту, минуту-полагаю. То есть, у вас должно получиться, где-то я буду минуту греть, должно получиться именно такое домашнее, комнатной температуры оно у вас должно быть. Не горячее, а именно комнатной температурой должно быть молоко. Ну вот, ребят, я нагрел молоко. Теперь мы с вами будем вот что делать. Я буду одновременно взбивать яйца и вливать туда молоко. То есть, это будет делаться вот таким вот образом, да. Случилось сибирь, как-то мне не страшно, но она пригодится. Вот так вот. Вливаем еще это одновременно... Вливаем еще это немножко взбиваем. Так как молоко горячее, могут свернуться яйца. Не переживайте, это нормальное явление. Так должно быть. То есть, получается, они как бы обрабатываются шотом. У нас с вами получилась вот такая вот пена. Потому что горячее молоко, ну как горячее, комнатной температуры, да, и холодные яйца. Естественно, получилась такая пенка. Теперь дальше самое интересное. Так, хозяины и хозяюшки. Дальше мы делаем с вами вот что. Мы с вами нагрели, вскипятили чайник. Налили вот в такую же чашку, вот в эту же, видите, вон, это кипяток. Но это не прям крутой кипяток, да, а где-то градусов 80 должно быть. Так чуть-чуть подостывший кипяток. И сейчас мы его также аккуратно будем вливать в наше с вами почти получившееся тесто, да. То есть яйца с горячим, с теплым молоком. И также будем одновременно все это дело помешивать. Очень тонкие струнички надо все это делать. Не переборщить. Все одновременно наливать и мешать. Ну, как вы видите, да, получилась такая вот пена. У нас оно прям все запенилось, все поднялось. Это так и должно быть. Это нормально. То есть если вы будете так пробовать, не пугайтесь. Так должно быть, потому что, когда в холодные яйца добавляется теплое молоко и сверху заливается горячей водой, то есть кипятком, можно сказать, да, 80-градусной водой, вот так вот получается. То есть эта пена потом немножко осядет. Ну все, мы с вами взбили. Вот такая вот пена у нас с вами получилась. Можно дать отстояться, немножко отдохнуть 5-7 минут, не больше. И за это время мы с вами, нам уже блендер не понадобится. Дальше понадобится ручной венчик. Вот можно просто его как бы убрать. И вот эти 5-7 минут, ну, помыть посуду, да, которая у нас с вами была грязная, чтобы это делать сразу, чтобы потом гору посуды не накладывать. Что я сейчас и сделаю. Ну вот отстоялась наша с вами вот эта, можно сказать, пенка. Теперь, ну, осталось дело за малым, да. Блендер нам больше не понадобится. Нам теперь нужно добавить сюда муку. Ну вот, уже обосрался, супер не все. Ну ладно, это же приготовление, ничего страшного. Я буду добавлять на глаз. То есть мне нужно будет понять, какая консистенция мне будет нужна. Сейчас, секунду, я вас утомлю. И вот уже ручным венчиком, вот таким вот у меня вот ручной вот такой венчик, я буду все это дело взбивать. И буду потихонечку добавлять, как он называется, муку, чтобы получить нужную мне консистенцию теста. До нужного, чтобы он дошло, дошло до нужного мне результата. Вот, и потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть и добавляем сюда. Опять же, ну, сами понимаете, да, нужно взбивать настолько тщательно, чтобы не было комочков, чтобы мука была без комочков. И я вам сейчас покажу, у меня уже почти готово тесто. Сейчас я покажу просто, какой получится от этого результат. Ну вот, как всегда, я переборщил с мукой. Вот она густо очень получилась, поэтому можно чуть-чуть, буквально немножечко водички добавить. Можно молока, можно водички, я воды чуть-чуть добавлю. Буквально, вот, там трошечки, совсем трошечки. Чуть-чуть-чуть-чуть совсем. Сейчас покажу для чего. Сейчас объясню все. Буквально вот чуть-чуть надо добавить воды. И самое главное, чтобы не забыть, я обычно всегда добавляю прямо на наше тесто масло подсолнечное, чтобы потом блины наши, когда будут на сковородке, чтобы они не прилипали к сковородке. И, конечно, я тоже буду смазывать, но я всегда добавляю в тесто подсолнечное масло. Тоже буквально там, ну, какую-то чайную ложку, может, пол столовой ложки. Как-то так. Теперь, что мы с вами делаем? Теперь мы с вами гасим соду. Кто-то делает уксусом. Я это буду делать. У меня вот есть вот такая вот штучка. Там лимонная цедра. Не цедра лимона, а лимонный концентрат. Вот я буду им, потому что уксусом, как бы, ну, я не люблю уксусом. Будем вот просто, вот он тоже очень хорошо гасит соду. Вот буду ее загашивать. Видите, она начала гаситься. Ну, у кого нету, можно сделать с уксусом. Да, я, например, не очень люблю с уксусом. Вернее, мне только недавно научили гасить вот такой вот. Можно сделать, знаете, у кого нет концентрата, можно просто лимонный сок выдавить. Лимоном прямо вот загасить соду. То есть вот так вот я делаю. Это чтобы получились дырочки, чтобы у нас оно не слипалось. Не знаю, кто-то добавляет дрожжи. Я бездрожжевое делаю тесто. Загасили мы с вами соду. Ну и дальше так же венчиком взбиваем. Мало, я добавил соды. Надо добавить еще. Гасим соду лимонным соком. Все, загасили. Ну и так же дальше взбиваем. Ну вот, смотрите, видите, даже само тесто запузырилось. Сейчас я вам так вот покажу. Видите, вот оно даже запузырилось. Это очень хорошо. В принципе, так должно получиться. У нас тогда с вами получатся дырявые, такие в дырочку блинчики. Будет очень вкусно. Кстати, тесто у вас должно быть не именно и не густое, и не жидкое. Оно должно быть такое вот тянущее, да. То есть вот, вот, как бы вот такое вот, да, вот. Если вам покажу, что слишком жидко, ну можно чуть-чуть еще прям совсем малость, буквально пол ложечки добавить. Я чувствую, надо еще мучки немножко добавить, чтобы оно было чуть-чуть такой консистенции. Чуть-чуть вот, не, как вам сказать, не прям вот как вот тесто для пирогов, да, и не прям слишком жидкое, как манная каша, а вот что-то между. Ну вот, я получил ожидаемый результат. У нас должно получиться вот такое вот тесто, такого, как бы вот, понимаете, да, не густое и не жидкое. Вот что-то такое вот среднее. Все, в принципе, у нас тесто с вами готово. Можно выпекать блины. Ну что, закладываем наш первый блин. Сильно много не надо наливать тесто, потому что они должны быть тоненькие. То есть у меня вот такой половник, но я беру половинку половничка. Видите, у нас такой аппетитный блинчик получается. Переворачиваем. Не умею я вот так вот крутить сковородкой, я переворачиваю их вот таким образом. У меня две лопаточки, такая-такая, и я им переворачиваю. Видите, какой он румяный получился. И вон гердочки. Ну что, процесс пошел, уже радует. Друзья мои, смотрите, какой красивый блинчик получается. Ничем не красота, правда? Ну вот, друзья мои, вот такая вот кучка блинчиков у меня получилась. Ну, правда, ничего такие, да, получились блины. Сейчас я возьму сметану. Брест-Литовск. И буду все это дело поглощать, поедать. Вы знаете, я бы, наверное, сделал бы мукбанг. Но, к сожалению, я не нашел тему для разговора, поэтому уж сегодня я поем эти блины сам. А как-нибудь как созрею. Или, может быть, вы какую-то тему для разговора мне придумаете, напишите в комментариях. И я приготовлю еще одну порцию блинов. И буду с вами сидеть, поедать их. И вам что-нибудь рассказывать, что-нибудь будем обсуждать. Вот сейчас я буду все это уплетать. Ну что, друзья мои, спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо, что поприсутствовали в тот момент, когда я готовил блины. Надо сказать, мне очень приятно. Если вам нравятся такие вот выпуски в плане кулинарии, в плане готовки, приготовления и так далее, ну давайте я буду время от времени периодически вас баловать своими познаниями. Ну, можно так сказать, в творском деле, да. Или, как это еще выразить, ну, теми блюдами, какие я умею готовить. Я далеко не все умею готовить. Я не умею готовить... Я, например, не умею печь пироги. Я их очень люблю, но печь их не умею. У меня их печет очень вкусно, мама. Вот. Вот, да, опять же повторюсь, да, к сожалению, не нашлось никакой темы для разговора, да. Я, наверное, так вот сейчас буду кушать и заканчивать. Наверное, так вот сделаю. Такой мини-мукбанг получится. Ммм, вкусотища. Вот. И, ну, что умею готовить, да, то я вам буду рассказывать, показывать. Может быть, вы мне какие-нибудь рецептики еще подгоните. Может быть, скажете, приготовь то блюдо или иное блюдо. Есть кое-какие задумки. Что я буду делать? Что я буду готовить? Вот. И, может быть, даже сделаю отдельную рубрику про кулинарию, про готовку. Не знаю просто, как ее обозвать. Ну, что я не такое придумаю? Сейчас налюблюсь горячий чай и буду баловать себя блинами. Давно я их не ел, честно говоря. Но вот настал тот момент, когда я обещал кое-кому их приготовить. Не будет приехать на личности, но эта милая дама, которая на меня подписана и меня постоянно смотрит, моя такая ярая подписчица, она знает, о ком идет речь. Вот такой вот рецепт блинов я вам сегодня показал. Вернее, рецепт приготовления теста для блинов. Если у вас будут какие-нибудь пожелания, комментарии, обязательно оставляйте их в комментариях. Опять же, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. И всегда вам очень рад, честно, вот от души безумно рад вам, что вы меня поддерживаете, что вы меня иногда критикуете, не без этого, но и оставляете мне положительные эмоции. Спасибо вам, дорогие, что вы у меня есть. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok